Привет, друзья! Вы на канале Маке Анжело Бьюти. И у нас сегодня влог. Влог необычный, потому что я в поезде, как это видно. И у меня большое интересное путешествие. Интересно оно по двух причин, ну как минимум. Потому что первое, оно будет длиться 7 дней на поезде, точнее на двух поездах, а вторая причина, почему это будет очень интересно, потому что я еду не одна. Со мной Мисс Лемон и Иннокентий. Иннокентий, покажись, покажись, красавчик. Так что буду периодически включаться и показывать вам, как мы едем. Решила разбавить этот влог такими вставками видео из дома. Потому что я поняла, что нужно много что пояснить, не дать больше информации про поездку. Так что мы уже дома, мы приехали, все благополучно, все хорошо. Поэтому я буду вам вставлять видео из дороги и вставочку из дома с пояснениями. И так чередовать. Итак, что я считаю нужным сказать. Во-первых, куда мы путешествовали, какой был наш путь. Мы ехали от Белгорода до Шимановска на двух поездах. То есть первый поезд Белгород-Москва, потом Москва-Шимановск. Расскажу вам по ценам. Да, потому что тоже интересно. Вот, например, поезд, который был Белгород-Москва, обошелся мне в 4,81. 4,81 это без животных. Квитанция на животных 533 стоила на двух попугайчиков. Итого 4,436. И второй поезд Москва-Шимановск. Мой билет стоил 11,253. И плюс на животных еще 2,532. Итого все вместе 13,611. Вот такие цены. В общем-то получается, попугайчиков я довезла через всю страну за 3,000 примерно. Это я считаю нормальным. Котик украшение этого видео. Красавчик. Так, о чем еще хочется сказать. Расскажу про то, как проводятся животные по РЖД по России. Во-первых, это самый, наверное, легкий способ, потому что я изучала авиаперевозки и РЖД-перевозки. Сейчас отменили полностью любые документы для животных. То есть паспорт не нужен, никакие прививки не нужны. Просто нужна вот такая, она называется, багажная квитанция на животных. Я думаю, не обязательно она должна быть в распечатанном виде, просто я билеты приобретала в кассе, поэтому она у меня есть. И на два поезда такие вот багажные квитанции, где подписано, что будет видно тут, будет подписана живность. Жидкость в скобочках. Вот. То есть требования очень лояльные. Вам просто нужно иметь переноску, которая хорошо закрывается. В одной переноске у вас может быть до двух животных, два животных, одно или два. У меня было два попугая в одной клетке. Что еще? В принципе, вот это накладная. Не накладная, а квитанция, извините. Собственно, и все. Что касается авиаперевозок, там все гораздо сложнее. Там нужны паспорта на каждое животное. Со всеми прививками, со всеми профилактиками. Прививка от бешенства обязательно. Вообще просто обязательно. Плюс еще нужно посетить государственную ветклинику не позднее 10 дней от даты вылета. То есть еще нужно пройти ветеринара и в 10 дней успеть еще уехать. И плюс еще нужно найти именно государственную клинику, что тоже не очень просто. Плюс там еще очень жесткие требования по размеру. Именно переносок. Они должны помещаться либо под переднее кресло, либо вы их везете на руках. Так же, что и в ЖД, что и в авиаперевозках, есть возможность везти животных в багажном отделении. Но я этот вариант не осматривала сразу. Почему-то не знаю. Мне кажется, там недостаточные условия для животных. Я разговаривала с начальником поезда, вот как раз когда ехала. Он мне подробно все рассказал. Багажное отделение отапливается. Это уже, конечно, большой плюс. То есть он сказал, вот какая температура здесь у нас, такая в багажном. Постоянно там находится человек в багажном отделении. И он может кормить животных, смотреть за ними. Но все-таки это стресс, когда животное не видит хозяина. И просто вот какие-то чужие люди рядом с ним, это не очень хорошо. Плюс там еще могут быть другие животные, которые могут пугать, например, птиц. В общем, это, конечно, такой вариант. Еще ЖД предлагает услугу отправки животных без сопровождения. То есть вы можете, вот так же он будет ехать в багажном отделении. Вы можете просто посадить животное на одной станции и дать координаты человека, который его встретит на другой станции. И вот таким образом вам, другому человеку, передадут ваше животное. Что еще по организации? В общем, авиаперевозки были гораздо сложнее их было организовать. Поэтому все-таки мы поехали вот 7 дней на поезде. Вот именно поэтому. Хотя можно и авиа организовать. Там нужны маленькие клеточки. Либо выкупать рядом место. И на это место ставить всех животных. Тоже такой вариант. Ну, либо для кого-то багажный отдел, отсек. Но для меня это не вариант. Что еще? Что вот именно касается перевозки птиц. Я везла двух корел. Они очень теплолюбивые. Это стоит учитывать. Поэтому по улице я их переносила только у укутанных в одеяло. В вагоне они тоже у меня стояли. Сначала у меня на кровати возле окна. Потом на столе. На столике на этом. Но так как там окно и оттуда очень сильно дуло. Я закрывала и окно, перекрывала и их еще вторым одеялом. Закрывала со стороны окна хотя бы, как минимум. И когда сквозняк был, я с трех сторон их, получается, закрывала одеялом. Это очень важно. Потому что они могут простудиться буквально за минуту. На улице, конечно же, сейчас зима. В Шимановске так вообще уже давно зима. И в Шимановске мы закутывали тоже в еще одно одеяло. Чтобы донести до машины их быстро. То есть очень теплолюбивы эти птицы. И поэтому их нужно очень хорошо утеплять. Да, Кеша? Подсказывает. Так, что еще? Ну, конечно же, питание должно оставаться таким же, как и дома. То есть максимально все условия должны оставаться такие, как у них были, когда они находились дома. Питание, да, такое же. Если вы давали там фрукты, овощи. Вот нужно попытаться сохранить все это. И мы вот тоже старались. Ели яблочки, ели перчик сладкий. То есть, конечно, они очень любят салат в горшочках. Ну, вот его я организовать, к сожалению, не смогла. Ну, хотя бы какие-то другие фрукты, овощи. Это тоже очень важно. Вода обязательно в доступе. Для этого я купила такую поилочку с шариком. Закрытая поилка. Чтобы они могли пить. Точнее, чтобы даже я могла клетку переносить, не проливая воду их. Ну, и, конечно, зерновой корм. Плюс витамины гранулированные я даю. Игрушку я тоже им поставила. Их любимую. Это палочки такие. Палочки в стакане деревянном. Такие палки у них торчат. Смородиновые. Их очень любят погрызть. То есть, единственное, что не удалось соблюдать, это их прогулки. То есть, нельзя было выпускать в вагоне их, чтобы они летали. Соответственно, конечно, это невозможно. Вот, единственное, что, конечно, это был пробел. Но зато все остальное постаралась сохранить как есть. Конечно же, уборка. Мне было легко убирать, потому что я стелила на поддон листы бумаги обычные, простые, от четвертого формата. Потом их аккуратненько сворачивала и меняла. Как бы вот такая была уборка. Плюс еще влажными салфетками протирала внутри тоже клетку, снаружи. Но влажные салфетки я использую только, если я промываю ее водой. То есть, сразу из пачки вот с этими всеми отдушками я, конечно, не использую для них. Просто ее вымываю. Также я брала губку с собой, но ей я не пользовалась. И брала еще такую щеточку маленькую. Тоже ей в вагоне, конечно, поддон промыть в маленькой раковине невозможно. Поэтому это вот такая уборка какая-то с помощью салфеток. Все. Что еще? Ну, в принципе, давайте следующий кусочек вам поставлю из поездки и тоже его немного поясню. Поступил второй день путешествия. Мы уже вчера ночью совершили пересадку из одного поезда в другую Москве. Это, конечно, было еще то приключение. Мы только получили пересадку. Ну, вот мы сейчас в поезде, к которому будем ехать 6 дней. С птичками все хорошо. Они переносят все буквы трекратно. Едет, спят. Немножко волнуюсь, когда громкие звуки какие-то. Я пути пила в время одеяло. Так что не переживайте. Они в тепле. Ну, пока все. Расскажу немного о пересадке, как мы пересаживались. Это было, конечно, весело, но радует, что уже существуют любые услуги, которые вам могут помочь. У меня с собой была огромная клетка, как известно. Чемодан, сумка. Ну, и рюкзачок. Моя ручная кладь. Это очень много. Одну клетку только нужно нести двумя руками, потому что она огромная. Поэтому я решила заказать носильщика. И оказалось, это очень удобно. Вот когда я проехала уже в первом поезде путь свой от Белгорода до Москвы, там я подошла к проводнице этого вагона своего и попросила, чтобы мне носильщика вызвали прямо к вагону. Это такая услуга, она существует, ей можно пользоваться. Когда я вышла в Москве, ко мне сразу подошел носильщик. Буквально через минутку я постояла, его подождала. Он ко мне подошел, забрал у меня все сумки. У меня получилось два места. То есть там стоимость зависит от мест. Сколько вы займете мест. У меня была клетка на этой телеге и чемодан. Вот, получается, он сразу все загрузил. То есть вы ничего вообще не делаете, можно так сказать. Он сразу все поставил в свою телегу. И мы поехали через вокзал, на другую сторону вокзала. Там лифты, эскалаторы, все очень удобно. Мы проехали. Я думаю, что мне сразу придется судорожно заказывать такси от вагона. Он сказал, нет, давайте проедем спокойно, в удобное место встанем. И там уже будете вызывать. Мы доехали как раз до входа на вокзал. И, кстати, у меня почему-то перестал телефон ловить интернет. И этот же носильщик вызвал мне такси. Полностью загрузил меня в такси. И все, да, дальше я уже поехала до другого вокзала. У меня была пересадка Ярославский. Нет, от Восточного на Ярославский. Я переезжала там минут 20 на такси езды. Это недалеко. Ну, вот, в общем-то, это было очень удобно. И, получается, за одно место 300 рублей. Так как у меня было два места, я отдала 600 рублей за вот эту услугу. На, получается, на Восточном вокзале. Дальше в такси я проехала. Таксист тоже сразу подвез меня к Ярославскому вокзалу. И сразу там, где стоят носильщики. И, то есть, я, опять же, ничего не носила. То есть, машина прям ровно к ним подъехала. Они сразу-ка подошли ко мне. Забрали все из багажника и перенесли меня на вокзал посадили. До поезда мне еще оставался час-полтора, где-то так. Они меня посадили на определенном месте. Я на этом месте их ждала. Они потом вернулись к поезду. И уже опять так же все забрали. Опять же, я ничего не носила, ничего сама не складывала. Так же посадили и повезли к поезду. В поезде тоже прошли. Прям все забрали из поезда. Ой, извините, не забрали. Прям положили прям на мое место. Они сразу спрашивают вагон, место. И прям на это место все складывают аккуратненько. Все говорят, чемодан у вас внизу. Это у вас тут, это тут. То есть, очень все удобно. И так как я понимаю, что меня забрали с такси, посадили на вокзале. И с вокзала посадили на поезд. Такое двухэтапное, да, получается. Поэтому там 500 рублей за одно место. То есть, тысячу я отдала за эту услугу уже на Ярославском вокзале. Очень удобно. Я переживала за это сильно, потому что я понимала, что он просто неподъемный чемодан, огромная клетка. Но оказалось, все очень удобно и доступно. Ну что, друзья. Конец четвертого дня. Не спится. По местному времени сейчас полтретьего. По москве полдесятого вечера. Усуеть не могу. Режим сбился. Ну, ничего. С хороших новостей. Вчера ночью был Новосибирск. Я вышла там. Мама подруги моей. Мама подруги моей. Подруга мамы моей. Все-таки надо поспать. Подруга мамы моей студенческих еще лет. Передала мне кучу вкусной еды. Круто вообще. Это помогло мне привести в порядок свой животик. Потому что на третий день он у меня заболел. Да. Я думала, что от воды, от местной, но нет, на самом деле, от вот этой быстрой еды, которую я ела. Поела домашнюю еду и все прошло. Все. Вот так. На четвертый день заболела голова. Ну, тоже уже прошла. Я выпила таблетку. Все хорошо. Насчет птичек. Они-то как раз-таки отличат меня. Чувствуют себя прекрасно. Поют. Киша спел вчера первый раз и все это время. Что еще? Сейчас мы проехали Тулун. Тулун. Поехали. Следующая снога. Зима. Да. Утром будет Иркутск. Все по плану. Могу вам не показать, какой звук издает один из туалетов. Слабонервных просьба заткнуть ушки. Немного расскажу про свое состояние, здоровье во время путешествия. Про условия вообще в поезде, про все такие вот моменты хочу рассказать. Ну, вот начиная со второго дня, у меня, конечно, какие-то со здоровьем начались проблемы. Сначала у меня заболел живот, потому что я съела такой супчик быстрого приготовления. Такой брикетики, который кипятком заливаешь. И вот я все-таки думаю, что именно из-за него у меня проблемы были. Вот я его съела. И все. И вот какое-то такое было не отравление, а вот просто расстройство кишечника. Как-то вот не очень все приятно. Болел живот, конечно же. Состояние такое было вялое. Вот целый день, весь третий день, я даже не снимала ничего. Я просто лежала. Выпила я таблетку. И потом уже, как я говорила, да, на третий день, в конце третьего дня ночью, был Новосибирск. И там мне передали нормальную еду. То есть я выпила эту таблетку, ела нормальную еду. И у меня все просто вот восстановилось. Все. Что еще? Я думаю, что примерно там же я начала простужаться. Потому что из окна очень сильно дуло. Я его закрывала там своим пуховиком. Чем только я его не закрывала, но сквозняк был прям такой очень сильный. Прям чувствовался ветерок такой гуляющий. И, ну, отопление было хорошее в вагоне. Но вот этот вот ветер, как бы, да, гуляющий, сквозняк, это было, конечно, не очень хорошо. Еще место у нас было, так как я поняла, единственное место, которое мне могли за животными продать, прям возле, вот, последнее купе к туалету, вот сзади вагона. Там вот это, конечно, дверь постоянно открывающаяся, вот это окно. И, в общем, я простудилась. Но в посте я еще держалась более-менее, до седьмого дня я доехала более-менее нормально. Вот когда я уже приехала домой, я тут окончательно разболелась. Но уже, кстати, уже намного лучше. Что еще? Ну, стоит сказать о часовых поясах, потому что я ехала через всю Россию и сменила шесть часовых поясов за это время. К этому надо было как-то привыкать. Но хорошо, что это, в принципе, в день по часу прибавляется, прибавляется, прибавляется. То есть, в принципе, можно так аккуратненько перестроить режим. Если не одно «но». Было практически невозможно спать в вагоне, потому что я уже сказала, что это было возле вот этого выхода в коридор, в коридорчик этот, в тамбур или как его называют, и дверью постоянно хлопали. Хотя она была способна не хлопать. Вот интересная такая дверь. Если вы ее аккуратненько нажимаете на ручку, подтягиваете и закрываете, то она прекрасно закрывалась. Если ее вот так шарахать, прям шарахать, то она отскакивала просто и не закрывалась. И вот так по три раза кто-нибудь вот этой вот железной дверью шарахал ночью, днем, неважно когда. И вот ты просыпаешься от этого звука, и все. И потом уже уснуть не можешь. И вот я просыпала где-то часов в одиннадцать вечера, ложилась где-то там в девять, в десять. Просыпалась до двенадцати, к одиннадцати от этих звуков. И все, и до пяти ночи не могла уснуть. До трех, до пяти. Да, котик? Котик спит. О, котик хорошо спит. Вот. Это была, конечно, тоже сложность. Я уже там потом начала людей предупреждать. Пожалуйста, не хлопайте, пожалуйста. Ну, люди разные. Кто-то вот один раз бахнул, понял, что не так это работает. И делает по-другому аккуратно. А кто-то вообще ничем не проймешь. Да. Не хлопайте, пожалуйста, люди. Дверями. Вот. Это очень тяжело из-за этого ехать. Так, что еще? Да, в Новосибирске я рассказала. Я встретила мамину подругу и ее мужа. Очень такие приятные люди. Мне прям понравилось с ними пообщаться. В Новосибирске мы стояли минут тридцать. Около тридцати. Мы даже успели пройтись по вокзалу. Немножко там пофотографировались. В общем, вокзал в Новосибирске вообще шикарный. Я думаю, если там такой вокзал, какой же там город тогда? Немножко рассказали мне про город. Но это, получается, город маминой студенческой юности. Я много о нем слышала. Но ни разу там сама не была. Только вот проездами. Да, город, конечно, потрясающий. Надо будет обязательно туда съездить. Тем более, что там очень много родней. Надо со всеми познакомиться. Обязательно надо такое устроить. Так, что еще? Да, я там вставляла кусочек про супертуалет. Про него даже проводник шутил. Он когда встречал новых пассажиров, он так и говорил. А это наш туалет. Я думаю, вы его слышите. Потому что звук этот был на весь вагон. Просто вот рев такой. Как будто животное какое-то. Прям, конечно, да, очень смешно. Ну, в принципе, из этого туалета я тоже просыпалась. Было и такое. Так, что еще? Вот еще что мешало высыпаться нормально, это подушечка. Она была там такая, знаете, вот больше походит на вот просто диванную подушку. То есть не предназначенную для сна. Такая какая-то поролоновая, тоненькая. В общем, спала я как будто бы на кирпиче, правда. Хотя вот этот поезд, который был от Белгорода до Москвы, вот там прекрасное постельное было. Там все было шикарно. Хорошие подушки такие пушистые, как в отелях. А здесь вот нет. Здесь вот эта маленькая поролоновая подушечка. Голова начинает болеть от таких подушек. Кстати, еще у вас какие-то головные боли. Неизвестно откуда. Просто так посмотрите, на чем вы спите. Это очень важно. Хорошая подушка убирает вот эти головные боли. Вот, конечно, из-за этого начинала болеть голова из-за подушки. Чем дальше, тем сложнее все было. Но вот такие условия других там не было. Сам вагон был не очень новый. Не совсем прям старющий, но и не очень новый. Как бы тяжеловато из этих условий ездить. Потому что я ездила на гораздо более короткие расстояния. И там было все намного лучше и комфортнее. Вот, например, мы ездили в сентябре в Белгород-Сочи. На двухэтажном поезде. Там было все довольно комфортно. Вот, даже Белгород-Москва ездила. Ну, я там была в купе, конечно. Тоже сравнивать не очень. Но, как бы, намного лучше условия. И это очень важно в дороге. Когда ты можешь выспаться. Или когда не можешь выспаться. Это, конечно... Да. Это был еще тот квест. В принципе, вот... Что еще хотела сказать. Я так интересно выкрутилась. Мне же в Новосибирске дали много еды. А если бы она пропала, я бы очень расстроена была. Поэтому я стала придумывать себе холодильник. Так как из окна очень сильно дуло. Я из него изобрела такой мини-холодильничек. Вот такие плоские коробки. Можно было бы ставить прям возле окна. Прям вплотную к стеклу. И закрывать сверху вот это вот, как бы, шторы, которые там есть. И таким образом, вот, у меня был такой холодильничек. Почему нет? Вся еда сохранилась. И прекрасно. Ну, давайте смотреть. В следующем видео есть дороги. Ну, что, друзья. Пошел пятый день путешествия. Днем мы проехали Улан-Удэ. До него мы проехали Слюдянку. Это в районе Байкала. Обязательно вам вставлю кадры. Очень красиво. Следующая большая остановка Хиллок. После него Чита. Так что движемся по плану. Что еще за это время происходит? Все спали, ели. Режим у меня восстанавливается, слава богу, потихоньку. Я вот сейчас борюсь со сном, чтобы не уснуть. Сейчас где-то седьмой час по местному времени вечера. Вот если я сейчас не усну, то я хорошо ночью лягу спать как раз. Потом буду сейчас, может быть, фильмы посмотрю на компьютере. Может быть, почитаю. Читаю, кстати, сейчас книгу Дэна Брауна. Самую первую «Ангелы и демоны». Из его вот этой вот, из пяти книг, да, у него, по-моему, это состоит... Мой соседний туалет. Вот. В общем, займусь себя чем-нибудь. Кеша только что исполнил концерт. Это было потрясающе. Конечно, птички очень много привлекают внимания. Все про них расспрашивают. Всем интересно. С птицами здорово ехать. Ну все, до следующего включения. С винтовододод�. С» Слажда. Еще о чем хочется сказать, о том, что ну просто прекрасные пейзажи за окном были, это такая красота, особенно когда мы подъехали к Байкалу, я вам вставляла кусочек слюдянки, да, напротив слюдянки как раз Байкал, вот, почему-то именно слюдянка мне прям так в сердце запала, я ее прям засняла. Остальные пейзажи тоже были интересные такие, или это были леса, да, такие с разными деревьями, или это были степи наоборот, в общем, ну красота такая, я не знаю, очень красиво, мне прям нравились пейзажи, я любовалась, ну, конечно, Байкал, его проезжают очень долго, да, поезд проезжает, пока украшения видео, код, приходи, если что, конечно, да, ну, это еще одно такое развлечение, сидеть просто в окно смотреть, класс, что еще, ну, собственно, потом мы высадились, последний день тоже в поезде его мне снимала, мы высадились с утра в Шимановске, опоздал поезд на полтора часа, то есть мы должны были приехать в 6.30 утра, приехали-то в 8 с чем-то, даже больше полутора часов, около двух часов. Отставание началось у нас уже с 4, и, в принципе, родители мои говорят, что тут постоянно так, что здесь все поезда опаздывают, да, и что это здесь нормально, но когда вы едете в поезде, да, и вам говорят, выйдите вы не в 6 утра, а в 8, это еще более-менее как-то нормально, но когда вы сидите на вокзале и ждете этот поезд, да, и там два часа сверху вы еще вынуждены просидеть, это уже, конечно, не очень приятно, и не знаю, почему, но вот на Дальнем Востоке это как бы в порядке вещей, что поезд опаздывает. Я говорю, до 4 мы ехали, прям минута в минуту можно было по расписанию, сверять, какая остановка за окном, а тут вот как-то почему-то нет, и почему-то мы с 4 не пытались нагнать это время, то есть как отставали, так и отставали, не знаю, почему так. Еще расскажу, как я им определяла, где я нахожусь, и просто включала гугл-карты, определяла свою геопозицию, да, и сравнивала с расписанием. Расписание всегда висит в вагоне, возле проводника всегда можно сфотографировать. Я сфотографировала это расписание, и вот геолокацию сверяла с расписанием. Так я поняла, что мы опаздываем, да, то есть никто эту информацию не дает, вы можете сами как бы ее понять. Вот, то есть хорошо следить за своим передвижением, да, и понимать, сколько остановок у вас всего, сколько вам еще осталось ехать и так далее. Но я предпочитаю знать, где я. Это интересно. И сразу параллельно я вот смотрела, там, допустим, я в таком-то городе, я сразу гуглила, что какие там интересные достопримечательности, что можно посмотреть. Ну, не с целью того, что выйти из поезда, конечно, посмотреть, а просто вот где я сейчас нахожусь, что это за место, сколько людей живет, как они живут, что у них есть интересного. Ну, это такое, немножко как бы доля образования такого по пути, что ли, можно так сказать. Это интересно. И, как я сказала уже, да, меня встретили родители на машине. Тут уже зима, конечно, прям снег, все, но почему-то на удивление очень тепло. Я помню, что обычно здесь гораздо холоднее в это время, и зима начинать раньше. Как-то тут запоздала зима в этот год, и очень тепло. Сейчас, допустим, вчера плюс шесть, извините, минус шесть градусов всего. Это что-то непостижимое для этой местности. Тут обычно уже нормальные такие двадцати пяти градусные морозы в это время. Ну, вот этот год какой-то вот на удивление теплый. Наверное, чтобы у меня не было шока и обморожения. Вот, ну, собственно, в принципе, все, что я хотела рассказать вам и пояснить. Так как я проделала вот этот огромный путь, да, мне нужно было собрать какую-то косметичку, да. К родителям я приехала на полтора месяца, может, даже побольше задержусь. Я обязательно сниму видео, сколько косметики с собой я привезла, какая у меня громадная получилась косметичка в дорогу. Вот, обязательно сниму для вас это видео. Ну, и, в принципе, это все. Котик просится наружу, надо его выпустить, поэтому я пойду. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Смотрите другие обязательно. Тоже буду, это, конечно, у меня больше видео, канал, но я буду вам рассказывать про какие-то интересные вещи, которые у меня в жизни происходят. Не каждый день по семь дней в поезде проводишь, да, как бы интересно. Если какие-то еще вопросы у вас остались по перевозу животных, да, вообще по таким длительным путешествиям, задавайте обязательно в комментариях, не стесняйтесь, потому что я, конечно, все не рассказала, да, но постаралась сама на мной рассказать. В общем, пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы, ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте. Тут что-то дизлайков у меня на канале нет. Хочу дизлайк. Почему нет? Тоже реакция. В общем, и смотрите другие видео, которые я уже для вас сняла. Всем пока!